Здравствуйте в студии Аскар Басыров и это мировые новости. Минэкономразвитие предлагает запретить российским чиновникам и военным вести деловую переписку через мобильные приложения иностранных разработчиков, сообщает коммерсант, в распоряжении которого оказалась копия обращения. Ограничения могут коснуться электронной почты Gmail от Google, а также мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype и Telegram. Свои идеи министерство уже направило президенту России Владимиру Путину. Речь может идти об аудитории, превышающей 2,5 миллиона человек. Представитель Минэкономики Елена Лашкина подтвердила газете, что для служебных целей планируется использование только российских мессенджеров. Данная позиция согласована с Минкомсвязью и Минпромторгом. Разработкой программы предложено заняться Mail.ru и Институту развития интернета. Как говорится, импортозамещение и безопасность превыше всего. Вопрос только в том, сколько на это понадобится времени и денег. Министерство труда и соцзащиты России подготовило поправки в закон о занятости, которые увеличивают размер максимального пособия на 63%. С 4900 рублей до 8000. Минимальные выплаты также вырастут с 850 рублей до 2000. Проект был размещен на сайте правительства. Главная его идея – усиление адресности назначения и выплаты пособий, а также борьба с иждивенческими настроениями среди безработных. Дополнительных денег из бюджета законопроект не потребует. Более 40 миллиардов рублей, которые тратятся в год на выплату пособий, будут перераспределены внутри системы. Так, срок обращения за пособие может быть ограничен годом после увольнения, а период выплаты сократится вдвое – до шести месяцев. Впрочем, даже после этого пособие по безработице все равно останется ниже прожиточного минимума, который по оценке Минтруда равен 10500 рублям. Ну а средний размер пособия в 2015 году составлял 3600 рублей, а в апреле 2016 года пособия получали почти 900 тысяч безработных. Это были мировые новости.